Здравствуйте! Вы на канале Netbox. И сегодня я расскажу вам о интересных наушниках 4-х драйверной арматуре Brainwaves B400. Что они из себя представляют, чем мне понравились и чем не понравились, я расскажу чуть позже. А пока немного предысторий. Brainwaves умеет делать бюджетные наушники. И как яркий тому пример, это Alpha, Omega, Jive. Но, если посмотреть более дорогой сегмент линейки R, M, там уже нет таких особо интересных моделей, о которых хотелось бы говорить сейчас, в 2018 году. Поэтому и изначально у меня было немного предвзятое мнение об этих наушниках. Но, я их послушал и оно изменилось настолько, что я решил сделать о них обзор. Поэтому, начнем. Коробка не вычурная, белая оболочка, в ней находится серая коробка. И единственная цветная часть, это вставка. Внутри вот такая вот, в которой нас благодарят за выбор Brainwaves. Далее, мы видим чехол, который не изменен уже на протяжении неизвестно сколько лет. И это хорошо, потому что он красивый, он достаточно жесткий и функциональный. Внутри нас ожидают, естественно, наушники и два кабеля. Оба имеют джек 3,5 мм и отличаются они микрофоном. То есть, соответственно, в одном кабеле он есть, в другом его нет. Также есть клавиши в регулировке громкости и плей-пауза. По нажатию они очень приятные, для телефона будет хорошо. Но о телефонах мы еще поговорим попозже. Второй кабель, соответственно, точно такой же, но без микрофона, то есть для плеера. Комплект амбушюр хороший. Помимо богатого комплекта силиконовых амбушюр, есть также пенные, но они красного цвета. И тут возникает вопрос, почему именно красный? Если кабель черный, сами наушники прозрачные. Но ладно, это уже придирки. Также из интересного есть две специальные салфетки для чистки звуководов. Возможно, это будет полезно. Когда-нибудь обязательно проверим. Итак, мы подобрались к самому интересному. Звуку. Все мои предыдущие наушники за ближайшее время были яркими по своей подаче. Это касается и IT04, и TFZ Queen. И я уже соскучился почему-то более ровному, линейному, спокойному, правильному. И B400 оказались именно таким вариантом. Линейным и ровным. Естественно, от этого появляются свои минусы. Если IT04 можно было спокойно подключить к айфончику и насладиться музыкой, так как сами наушники вытягивали своей яркостью какие-то косяки источника, косяки записи и прочее. То здесь этого нет. Если какой-то косяк есть в самой записи, либо же в источнике, он прочувствуется. И поэтому, для того, чтобы раскрыть наушники, хоть не люблю я эту фразу раскрыть, но здесь она именно вот четко так подходит. Итак, чтобы раскрыть их, нужен нормальный источник. В моем случае это был Fio X5 третьего поколения. Я его часто использую, так как я уже знаю его звучание с разными наушниками и что он из себя представляет. Несколько дней адаптировался к этому звучанию, ровному, чтобы как-то более-менее честно рассказать о нем. И сделал такие выводы. Что касается сцены. Она есть, очень хорошее позиционирование, то есть инструменты конкретно разделяются между собой, воздух, так называемое расстояние, оно чувствуется. Но какой-то масштабности сцены, после, ну опять-таки, все сравнение с IT-04, которые никак не могут быть конкурентами. Но вот мне они запомнились и все как-то с ними пытаюсь сравнить. То есть по сравнению с более дорогими наушниками получается, масштаб сцены он меньше. Что логично. Какие-то нюансы по звучанию немного не хватает, все-таки открытости середины хочется, чтобы голос был где-то на переднем плане. По факту получается, что вот он идет ровно с инструментами и иногда это сбивает с толку. По скорости. Казалось бы, это четырехарматурные наушники и скорость там должна быть, ну, на очень высоком уровне. По факту нет. Они точно не медленные, то есть каких-то захлебываний, баса или еще чего-то нету. Но и не чувствуется такой жесткой-жесткой хлесткости. Достаточно ровно и приятно для слух. Достаточно для того, чтобы наслаждаться звуком, наслаждаться музыкой. И мне это нравится. То есть два-три часа слушать наушники, разные жанры, при этом не чувствовать каких-то косяков, неприятных моментов. Это круто. Итак, кому я хочу посоветовать эти наушники в первую очередь? Я их советую тем, кто хочет познакомиться с правильным линейным звуком в формате внутриканальных наушников, но при этом не готов мириться с сухостью и откровенной скучностью тех же вестернов. Это будет интересный вариант, немножечко живой, универсальный, относительно требовательный к источнику. Я думаю, что если это будет какой-нибудь FIO X3 даже, все равно они будут играть хорошо и правильно. Ну, а также просто попробовать примерить для себя что-то новое. То есть, если у вас есть яркие наушники и нужно вот что-то более спокойное. Вот, когда уже есть осознание того, что вот перерос, вроде как надо попробовать что-то более настоящее. Вот. На этом все. Я благодарен вам за то, что вы посмотрели это видео. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментарии, обязательно ставьте лайки. И до скорых встреч!